Пока Россия обсуждает, сколько должен стоить Москвич и этично ли вообще возрождать советскую марку в виде слабо локализованного китайского кроссовера, на Украине разворачивается схожий сюжет с поправкой на местную специфику. Некто Вадим Игнатов, популяризатор и продавец электромобилей, решил возродить марку Луас, показав электрический пикап с однорядной кабиной. Похоже, что никакого собственного производства у стартапа нет, однако в начале следующего года Луас Моторс начнёт принимать заказы. Минимальная цена чуть больше 5000 долларов. Сам Игнатов не скрывает, что в основе Луаса лежит разработка китайской компании Каюнь Моторс, которая с 2013 года занимается подобной техникой. Под маркой Пикмен эти машины поставляются в Европу и США, а выпускаются, похоже, сразу на нескольких китайских заводах. Благо, конструкция примитивная и схожая. Это рамный грузовичок с металлическим кузовом. Задний ведущий мост подвешен на листовых рессорах, на нём же закреплён 4-киловаттный электромотор. Существуют и двухмоторные полноприводные версии. Под сиденьями установлен свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 72 вольта и ёмкостью 100 ампер-часов. От бытовой сети он заряжается 8-10 часов, а полного заряда хватает на 150 километров. По сути, это не автомобиль, а электрический квадрицикл. В Китае для такой техники даже не обязательны номера, поэтому её легально продают на Алиэкспрессе. Впрочем, металлический кузов позволяет заявить приличную грузоподъёмность. В Китае цены на такие машинки начинаются с 25 тысяч юаней — четверть миллиона рублей на наши деньги. В Европе цены серьёзнее — от 14 тысяч евро плюс налоги и стоимость доставки. И самое примечательное — Луцкий автозавод в Волынской области выпускал серийные внедорожники с 1969 по 2004 годы. Это были машины на агрегатах Запорожца, поэтому до 1975 года они назывались попросту ЗАЗ-969. К концу века производство сошло на нет, и Луаз вошёл в конгломерат «Богдан», который последние десятилетия строит автобусы, троллейбусы и грузовики на разных заимствованных шасси. К слову, сама корпорация «Богдан» в составе Луцкого и Черкасского заводов сейчас сама в кризисе и проходит процедуру банкротства. Однако Дмитрий писаный, гендиректор автосборочного завода номер один ПАО «Автомобильная компания Богдан Моторс», именно так сейчас называется бывший Луаз, отозвался предельно ясно. К стартапу Луаз Моторс компания не имеет никакого отношения, и в правомерности использования марки Луаз сторонними лицами сейчас разбираются юристы.